Всем привет, с вами Рублёв. В сегодняшнем видео у нас Человек-паук на ПК. Во что верил Малак-то, конечно, а я в свою очередь поздравляю Пекарей, что они могут поиграть в эту прекрасную игру. К слову, я сам прошёл Майлзу Моралеза два раза и один раз на очень много часов погрузился и полностью прошёл версию, которая сейчас вышла, то есть классический ремастер Человека-паука, который ещё на PlayStation 5 выходил. Ну не Майлз Моралеза, а вот классическая Человек-паук первая часть, ну вы поняли о чём я. У меня в обоих пауках платина. По-моему, посему можно сделать вывод, что игра мне очень понравилась, но тут я не буду не только хвалить её, есть за что её покритиковать этот проект. Разработчики постарались на славу. К слову, именитые ребята из Insomniac Games делают бомбезные проекты, и этот не стал исключением. Игра очень хороша. Но меня по-прежнему зовут Илья Рублёв, и ты можешь подписаться на мой канал, чтобы мы не потеряли друг друга, и поставить лось, чтобы продвинуть мой ролик в алгоритмах ютуба. Это всё, что я прошу, никаких донатов и прочего, просто лайк и подписка, спасибо. Итак, сегодня я для вас повещаю немного про Ноньки от Человека-паука. К слову, игру взломали за пару десятков минут, как она вышла, так как не было до нового защиты. И в этом случае у меня выходил ролик на канале недавно про пиратство игр, сериалов, музыки, софта и прочего, и я могу сказать, что тут можно смело пиратить, так как нам не дают нормальной возможности купить игру, нам не дают нормально поиграть, по всему приходится пиратить. Так что поднимайте флаг, господа, ветер нам благоприятствует, а большего и не надо, как говорили известные люди. Начнем с музыки, так как она очень цепляет, музыка очень цепляет. В игре потрясный саундтрек, который пробирает, в эпичных сценах мандраж пробирает, в полетах по городу играет такой чисто epic preset, который дает приятное впечатление от игры. В игре есть и напряжные моменты, когда музыка подстраивается настолько точно под ситуацию, что ей не описать. Музыка 4 из 5, она очень хороша, но не прямо, чтобы ты полез добавлять себе в плейлисты оригинал саундтрек, хотя как-то меня, кто-то меня и осудит, поэтому давайте поставим 4 и 5 из 5. Графони. Вот игра и вышла на ПК, во что мало кто верил, но это произошло. Графони по тестам, которые я посмотрел и которые сам провел, не сильно отличаются версии на ПК и на PS5 ремастер версии. Да, в некоторых моментах ПК-версия выигрывает в отражениях, в RTX и в других моментах. Также, на ПК дали возможность менять угол обзора, делая POV, отдалять камеру от Паркера, чтобы видеть больше объектов, понятное дело для этого нужно и более мощное железо, и игра при этом смотрится быстрее и еще реалистичнее. На плойке такого бы не сделали, потому что это привело бы к приседанию производительности, ну как мне кажется. Производительность бы просела. Даже на мощной консоли, как PlayStation 5, в сравнении с PS4 и PS4 Pro, она конечно мощнее, но с ПК за полляма и за лям, да что там с ПК за полляма, за ПК за 200к она состязаться будет не занимая первые места в показателях. То есть, как понятное дело, что ПК будет выигрывать, но результат достойный все равно, на мой взгляд, а то ремастер вести и на ПК. Вот, то есть, консоль покажет хороший результат, но ПК во многих показателях лучший результат показывает. Вот, но для крутых настроек нужно все-таки мощное железо, это надо подчеркнуть. Я повторюсь, что все, что я говорю, это мое мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции. Наши мнения могут различаться, и это нормально, ведь все мы люди. Графика 5 из 5, без модов на графику, которые выйдут в будущем. Игра смотрится достойно и без график, модов и пресетов на киноэффектность, а в будущем они могут выйти, и игра станет еще круче смотреться. Управление. Управление на ПК сделали неплохим, но могли бы сделать и получше. Играя на ПК, перейдя с консоли, так и хочется взять геймпад и играть на нем, так как игра разрабатывалась под консольки. Ну да ладно. Энтузиасты играют в эксклюзив PlayStation 5 на ПК на геймпаде и Xbox контроллере. В целом управление можно было сделать и получше, но оно все равно достойное. 4 и 5 из 5. Персонажи. Персонажи в этой игре уже знакомые нам давно. Питер, Мэй, Эмджей и другие по типу Отто, Октавиуса. Персонажи классические и всем полюбившиеся, но они не стали какими-то прорывными показателями в плане харизмы или индивидуальных качеств. Такое, что в игре произойдет настолько неожиданный поворот или что-то настолько резкое, что вы будете в таком шоке огромном, такого не будет, уж поверьте. Персонажи 4 из 5. Сюжет в игре. Сюжет в игре хоть и есть, но он не такой улетный, как в Киберпанке, где нам дают то ли выбор, то ли иллюзию выбора. Но в игре в Киберпанке есть несколько разных концовок. В Пауке такого нет, что грустно. И нельзя влиять на сюжет своими решениями. Но мне кажется, эта игра не про это. Это игра про полеты на паутине, покрывание этой паутиной преступников. Это игра про стелс, про открытые файты, про полеты на паутине на огромных скоростях, про качественный геймплей. И сюжет тут не на первом месте. Игра все равно получилась очень достойной. Я конкретно про пройденную мной игру говорю, ремастер-версию. Игра хороша, но хочется верить, что Insomnia Games перепрыгнет себя выше головы в новой части, которая выйдет на PlayStation 5, Человек-паук 2. Сюжет 4 из 5. К слову, важно дополнить, что в игре настолько не скучно, что не хочется пользоваться быстрым перемещением и хочется летать на паутине все время. Я за прохождение первого раза, первого паука, ни разу не пользовался быстрым перемещением. Ни разу, Карл. В игре множество активностей, помимо главной сюжетной линии, а именно сбор юкзаков, фотки достопримечательностей, зачистка баз бандитов и злодеев, демонов, союзников Фиска и прочих. Ну это главный преступник. Вас с ним познакомят в начале игры. В игре активностей хватает. Платина довольно-таки легкая, 25-30 часов. И у вас будет платина. Если она вам, конечно, нужна, но ее можно сделать параллельно, проходя игру, так как она вообще несложная. Ладно, давайте буду подходить к концу. Игра получилась достойная. Когда она только вышла, она взорвала рынок. Теперь же она стала уже классикой, в которую поиграть должен каждый. Смело качайте и играйте, она вам понравится. От меня игра получает рекомендацию к прохождению и оценку 4,75. Игра отличная. Нелишенная минусов в виде города, который огромный. И я понимаю, что это open world игра, но все же город можно было проработать не на уровне скриптов, а добавить побольше каких-нибудь ивентов, которые и так есть в виде угона машин преступниками, совершения ограбления этими же преступниками и этими преступниками же продажи оружия, наркотиков и кучи всего другого. И со всем этим должен разобраться Человек-паук, наш добрый сосед. А на сим у меня все, друзья. Спасибо, что смотрели видео до конца. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк и оставить комментарий. Также предлагайте свою тему для ролика, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на мои другие каналы. Ссылки есть в описании к видео. Рекомендую посмотреть два этих ролика, они должны вам понравиться. Спасибо за просмотр и всем пока-пока-пока.